И еще, если вы потом планируете сюда что-то делать, или костную пластику, как правило, это же не происходит так, что у вас там великолепная кость и такая тонкая десна, или наоборот. Это всегда сочетанная история, поэтому я вам советую сделать по костной ткани, по верху, где вот у вас скелетизация будет, перфорация, для того, чтобы уже немножко подзапустить этот процесс остеогенез, немножко вот так вот потравмировать, и сосуды к твердой мозговой оболочке тоже запустить, чтобы они росли, и чтобы быстрее вот эта биодеградация происходила. А что, в этой части твердой мозговой оболочки не прикрыто? Все прикрыто, нет, все ушито наглухо. Помните, да, что при работе с твердой мозговой оболочкой мы ее обязаны всегда перекрывать тканями, ее нельзя оставлять снаружи нигде. Это чудо-материал, конечно. Он доказанно дает увеличение биотипа. Она же не дает объем такой огромный, она же тонкая все-таки. Ну сколько она, ну миллиметра полтора максимум, самая толстая вот эта часть. Она не дает такой, это же вы тут не кость поставили, что у вас в три раза все... Попробуйте. Попробуйте. Хуже не будет точно. Она дает увеличение биотипа на 2-2,5 миллиметра точно. Это зависит еще от каких-то особенностей организма. Вы помните, да, что мы сегодня начинали с фенотипического планирования, говорили о том, что если у пациента есть расположенность вот этим вот узким, худым костям, тонким тканям, она, конечно, у него будет сохраняться, но мы все равно можем изменить эту историю. Но должны все время помнить, что с этим пациентом все надо в коэффициент переводить его фенотипа. Это лабораторное исследование, оно проводилось на 180 животных, это крысы и кролики. Было три группы, группа сравнения, животным имитировалась рецессия, и туда устанавливался трансплантат либо крысины, либо кроличьи. Третья группа, сама группа исследования, туда устанавливалась твердая мозговая оболочка, аллогенная тоже крысины, либо кроличьи. Протокол был везде одинаковый. И группа контроля, там просто имитировалась рецессия, и ничего не устанавливалось. Для того, чтобы понимать, как будет в норме идти регенерация. Она как карман просто препарировалась, да, как будто бы мы прооперировали рецессию, но без ничего. Поскольку обмен веществ у крыс 20 раз быстрее, чем у человека, то обычно на седьмой день там все абсолютно девственно и нет никаких следов операций или признаков того, что они были. Но вот этот слайд, я смотрел, действительно, там 400 препаратов делали в разных направлениях. Мы искали то, что нам надо, ну и нашли. Я покажу просто один, потому что, ну, на ограниченного времени. Если надо, я потом просто в индивидуальном порядке можем это превратить в вебинар во что хотите, там, групповой, какой угодно. Это практика ежедневная. Ну вот это пульпарная камера, да, это зуб изнутри, а на самом деле снаружи выстлана вся тонким слоем полипатентных стволовых клеток мизенхимы. И при травме, которая наступает при хирургической операции, эти клетки начинают активно дифференцироваться. Они пролиферируют сначала и затем дифференцируются, формируя при остеобласте, остеобласте, остеоциты и так далее, соединяясь в единую сеть. Так вот, оказалось, и мы предполагали, нас натолкнула на это работа доктора в Омске 80-го года. Он измельчал твердую мозговую оболочку и закладывал ее в дефекты, мышечные либо костные. Так вот, как и из аутотрансплантата, из твердой мозговой оболочки установлены под надкоснично. Образуется кость, а не десна, как все думали. А утолщение биотипа десны, которое мы наблюдаем вот здесь, вот эти вот все кружочки и не кружочки, это сосуды, срезанные под разным углом. Вот это анастомоз, а это все коллатерали. Утолщение биотипа десны происходит от операции. Поэтому твердая мозговая оболочка там, где она будет установлена под надкоснично, превратится в кость. А где будет залегать в толщине мягких тканей, там она даст утолщение биотипа десны. За счет увеличения костной ткани? Что за счет увеличения? Увеличение костной ткани. То есть она будет преобразовываться? Здесь произойдет, да, увеличение костной ткани. Из-за этого будет увеличен объем мягких тканей? Объем мягких тканей увеличится за счет воскулиризации от травмы. Поскольку альтерация является пусковым механизмом для регенерации, везде, где будет место повреждения, как и от травмы в том числе, там будет наступать регенерация. И хирургическая подготовка, которую сказала Мария Александровна, конечно, нам позволяет создать в одну операцию преддверие, прикрепление, сечь слизистые мышечные тяжи, утолщить биотипы, стимулировать ремоделировку кости. В истинном смысле. Потому что меняется соотношение компактной кости, губчатой. А для вас это как диагностический момент, делая КТ до, а потом через 3-4 месяца по этому соотношению можете сказать, а что вообще будет дальше? Имеет смысл брать этого пациента на большую хирургию? На это нас натолкнула технология индивидуальных костных блоков, которые мы тоже причастны. С 2014 года мы занимаемся их изготовлением по компьютерной томографии. Пусть это тоже был очень долгий, это не тема сегодня, но действительно в том объеме, в котором мы это делаем, мы это делаем единственные в мире. И выставка в Кёльне в прошлом году, где мы также были представлены, наша компания, и мы рассказывали про Леопласт, врачам тоже это подтвердило. Для нас уникальным источником общения с коллегами, с представителями, кто работает с Леопластом, и, конечно же, с практикующими врачами, является наш сайт. Это уникальный источник информации, который содержит, в общем-то, все актуальное, и мы стараемся его регулярно обновлять. Так вот, отвечая на вопрос, что с чем смешивать, я вас направлю в видеораздел, который включает на сегодня порядка 400 роликов, и он тоже у меня готов целый блок, я вот с Нового года начну выкладывать. Тут есть раздел, который называется «Приготовление биоимплантата», где кратко, лаконично и в необходимом объеме я рассказываю о том, что с чем смешивать, и демонстрирую это. На сегодня мы как-то продвигаем и популяризуем несколько концепций, которые позволяют нам, первое, планировать хирургическую операцию, выбирать правильную стратегию и тактику лечения с использованием фармакотерапии, без нее, в зависимости от параметров дефекта и статусов пациента. Это называется фенотипическое планирование. Этому посвящен отдельный семинар, который прошел 18 мая прошлого года. Мы собрали небольшую группу на тех, кто действительно хотел, и все эти области знаний она включает. Все курсы, которые мы пишем с 2013 года, находятся на сайте в полном объеме, вы можете их смотреть и так далее, как сериал, они нарезаны по 10 минут, чтобы было удобно останавливаться где-то и не искать потом. Леопласт – это действительно уникальный продукт, и когда я взял его впервые в жизни в руки, это произошло на выставке в Москве 9 лет назад, компания «Олимп» его уже продавала на самом деле, активно им занималась. А я имею все-таки парамедицинское образование, как все считают, все говорят, что я не врач, я провизор действительно, у меня красный диплом химико-фармацетической академии, поэтому я имею возможность понимать эти механизмы немножко на другом уровне, на клеточном молекулярном уровне. И сама методика операции, которую выбирает доктор, она может быть улучшена, потому что наша задача – не сыпать материал, из материала ничего не растет, наша задача – не мешать там наступать регенерации, или немножко помогать ей, если мы имеем эти возможности, понимая механизмы каким-то образом делается, ну и применяем. Так вот, я сразу знал, что это бомба. На тот момент у меня не было ничего, кроме визиток. Но только те, кто бывал в Америке или как-то изучал иностранную литературу, знали, что во всем мире аллогенные материалы – это золотой стандарт. А объясняется это очень простым путем. Морфогенетические белки коровы, лошади, свиньи или обезьяны не стимулируют рост костной ткани человека, потому что они не взаимодействуют пространственно с рецепторами MHC1, расположенные на перевоскулярных клетках. Это клетки, или перицит они называются, они находятся в области сонной артерии и в спящем состоянии. Так вот, морфогенетический белок, проходя по сонной артерии, взаимодействует с этими рецепторами и стимулирует клетки. Это опосредованный механизм остеогенеза. Наверное, вы все это знаете, я тоже просто вкратце повторюсь, что бывает три ипостаси. Остеогенеза – это собственно. Остеогенез – это индукция и кондукция. Как показала практика, мало кто вообще понимает, чем они отличаются между собой. Так вот, остеогенез возможен только в одном случае. Если у нас есть живая воскулиризованная ткань, почему мы собираем аутокость? Потому что на ней при восстановлении сосудистого питания будет созревать, то есть пролифилировать и дифференцироваться кость прямым методом, сразу же непосредственно там. Поэтому во всех видах костной пластики первое, что мы используем – это капиллярная кровь, а не венозная. Сейчас отвечу тоже почему. И второе – это губчатая аутокость. А дальше то, что мы возьмем… Леопласт – это технология производства, это название торговой марки. Какая-то смесь компонентов, которые нам продиктуют параметры дефекта и статусы пациента. Так вот, почему мы берем капиллярную кровь, а не венозную? Потому что капиллярная кровь содержит кислород, в отличие от венозной. У нее менее плотный альбуминовый состав. Она сама по себе менее плотная. Она не проходит воротную вину печени, поэтому у нее нет ошионов, она более щелочную среду имеет. Поэтому это идеальная среда для выдерживания клеток губчатой аутокости, чтобы они не умирали там 20 минут. Для хирурга обычно этого времени достаточно для того, чтобы смоделировать какой-то биоимплантат и его установить в дефект. Согласны? Так вот, мы на сегодня предлагаем 36 продуктов. Вообще на этой цифре как-то в прошлом году у нас сошлось очень много интересных моментов, потому что банк тканей был открыт в 83-м году и стал действительно уникальным и в России по своей сути, потому что он создан на базе университета Самарского государственного медицинского университета. И отделение консервации тканей оно соседствует с вивариями крупных и мелких животных, с лабораториями клеточных тканевых исследований и так далее и тому подобное. Мы занимаемся очень много чем. Вы можете найти это в буклете, чтобы, в общем, да... почему уникальный план 레�-плете лаборатория governments лаборатория Цел